Hi, меня зовут Лена. В этом видео мы поговорим с вами о порядковых числительных, all the no numbers. Для начала поговорим о том, что это. Порядковые числительные – это числительные, которые отвечают на вопрос, какой по счету. Как правило, они являются определителями для существительных и ставятся перед ними. Более того, перед этими числительными, как правило, используется определенный артикль the или же притяжательное прилагательное – my, her, his, our и так далее. The first part of the test was the easiest one. Первая часть теста была самой простой. Обратите внимание на выделенное слово. Это порядковое числительное. The first part – первая часть. Мы называем часть по счету, она идет первая. Также обратите внимание на определенный артикль the перед ним. September is the ninth month of the year. Сентябрь – это девятый месяц по счету. Мы посчитали месяцы и увидели, что сентябрь девятый, поэтому используем порядковое числительное – ninth, чтобы обозначить это. Также замечайте, что мы используем артикль the перед ним. Поговорим о том, как мы формируем, как мы образуем порядковое числительное. Для этого нам потребуется количественное числительное плюс th на конце. Этот th добавляется именно к последнему слову. Делаем эту заметку, потому что учитываем, что количественное числительное может состоять из большого количества слов. Давайте посмотрим на примеры. Элевен – это количественное числительное. Элевенс – порядковое числительное. Мы просто добавили th. Теперь посмотрим на числительное, которое состоит уже из большего количества слов. Как видите, во всех случаях к последнему слову мы добавляли th. Посмотрим на исключения. Если вы внимательно посмотрите на каждую пару, вы увидите, что порядковое числительное образовалось вразрез с тем правилом, которые мы сейчас с вами обозначили. Например, first, second и third это слова, которые имеют совершенно другой корень, не похожие на корень, который есть у соответствующего количественного числительного. А у слов, которые находятся во втором столбике, есть некоторые моменты, которые мы должны с вами учитывать. Например, fifth. Мы видим, что v поменялось на f, и ушла гласная и. Слове eight на первый взгляд мы видим, что добавилось th, но тем не менее нет одной согласной t, то есть согласной t, которая была на конце у eight, ушла. Nine, ninth. Обратите внимание, что ушла гласная и. И в слове twelve тоже произошли изменения, похожие на те же, что произошли со словом five, а именно v поменялось на f, и гласная и опустилась. Эти исключения необходимо запомнить, как они произносятся и как они пишутся. Итак, поговорим дальше о том, как формируется порядковое числительное. Есть правило, что если мы добавляем th и на конце у числительного находится y, то этот y меняется на сочетание двух гласных, i, e. Посмотрите примеры. Forty, fortieth. Мы поменяли y на i, e, и только после этого добавили th. Seventy, seventieth. Те же самые изменения произошли и в этом примере. Теперь поговорим о том, как мы прописываем порядковое числительное с помощью цифр на письме. В официальном стиле мы можем к прописанной цифре подписать окончание, которое есть у порядкового числителя. Например, first мы можем взять окончание st и подписать к единице. Либо первый вариант с крупными буквами, либо второй вариант с мелкими цифрами, с мелкими буквами наверху. Second в данном случае мы используем окончание nd. Third окончание rd. А для всех остальных порядковых числительных мы используем th, как, например, в слове sixth или forty-sixth. Two hundred and third. Несмотря на то, что слово большое, мы смотрим на образование последнего слова, потому что именно оно изменяется и прописываем на письме rd на конце. Теперь поговорим о том, как пишутся даты. Итак, для начала посмотрим на то, как записываются даты в Великобритании. Это число, месяц и год. Так же, как мы это делаем в России. Например, перед вами восьмое октября восемь шестого года. Сначала восемь число, потом месяц, десятый месяц и далее уже год. И мы можем сказать today is the eighth of october. Как видите, в данном случае мы не используем никакого предлога, мы просто называем дату. Немного по-другому ситуация обстоит в Америке. В Америке, когда мы обозначаем дату с помощью цифр, с помощью чисел, мы вначале ставим месяц, потом число и потом год. Например, 20 ноября будет выглядеть в Америке вот таким образом. И вы не должны думать, что это какой-то двадцатый месяц появился. Нет, на самом деле первым идет месяц, одиннадцатый месяц, то есть ноябрь, потом двадцатое число и потом уже год. Также обращаем ваше внимание на то, что нам обязательно нужно использовать предлог он перед названием какой-то даты, если речь идет о каком-то событии, которое происходит в этот день. Например, we will have a test on the eighth of october. Или we will have a test on october the eighth. Также на письме мы можем использовать некоторые сокращенные варианты месяцев. Посмотрите. Итак, теперь поговорим о том, как правильно произносить даты. Для начала спросим о том, какой сегодня день. What date is it? Или what's the day today? Или what's today's date? Вы можете пользоваться одним из этих вариантов для того, чтобы узнать, какое сегодня число. Какие могут быть ответы? It's the first of April. It's April the first. Мы можем сначала поставить порядковое числительное, the first, далее предлог of и потом название месяца. Или, если вначале мы ставим название месяца, it's April, то после него идет порядковое числительное с артиклем the, но уже опускается предлог of. Следующий вопрос, который мы с вами затронем, это как же называть годы по-английски. Для этого мы разделим с вами все годы на две части. Это те, которые были до 2000 года и те, которые были после. Итак, если мы говорим о тех годах, которые были до 2000 года, мы читаем их следующим образом. Делим год на две части и читаем сначала одну часть, как обычная, количественная, числительная, и вторую часть. Например, 1648. Если в конце стоит два нуля, то мы можем назвать это словом hundred. Например, 1800. Если есть один ноль, то мы можем сказать 1902. Или 1902. Таким образом называем ноль просто как O. Теперь поговорим о годах, которые были после 2000 года. Итак, сам год 2000 мы просто называем 2000, как обычное, количественное, числительное. Те годы, которые пошли после, имеют два варианта чтения. Либо как обычное, числительное, 2005, либо по старым правилам. По правилам, которые мы использовали для лет, которые были до 2000 года. В 2019 мы можем также прочитать с двумя вариантами. 2019, как обычное, числительное, или 2019. Ну что, давайте потренируемся. Напишите словами. Write in words. Поставьте видео на паузу, а затем и проверим. Итак, первое – это год. In 1953. Не забываем, что перед годами мы ставим предлог in. Дату мы можем назвать the 8th of July. Или July the 8th, как вариант. The 24th of December, 2016. Далее. In 2008. Далее. On September the 20th. The 1st of April. Или April the 1st. In 20th, 32. Надеюсь, у вас все получилось. Увидимся в следующем видео. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok